Первое сентябрьское утро – это начало большого школьного пути для первоклассников. Для шестерых ребят из Радашковической школы-интернат этот день не только праздничный, но и волнительный. Они впервые в жизни сядут за партой учебного заведения, чтобы сделать важные шаги во взрослую жизнь. Такое небольшое количество первоклассников ничуть не омрачает праздник. 11 лет назад, когда я был первый раз на такой линейке, когда меня назначили в школу-интернат, у нас было около 200 детей. Даже больше, где-то было 210 детей. На сегодняшний день у нас только 107 детей. И когда я пришел на работу, в нашей Минской области было 13 школ-интернатов. На сегодняшний день в Минской области осталась одна школа-интернат. Это говорит о той заботе государства, о которой и о декрете 18, и его действия, потому что каждым годом количество детей-сирот уменьшается. Вместе с опытными учителями в этом году ребят будут обучать молодые специалисты, которые начнут свой профессиональный путь с этого учебного заведения. По традиции, воспитанников и работников интерната приехали поздравить также шефы из МВД. Стражи порядка подарили первоклассникам милицейские талисманы, а также канцелярские и письменные принадлежности. 1 сентября – День знаний. Это первый шаг к новой жизни. Самое главное – это тепло, которое этим детям не хватает. Ну а Министерство внутреннего дела прикладывает огромные усилия. В общем-то, это одна из основных функций – это профилактировать в том числе и детскую беспризорность, преступность, чтобы таких детей не было. Более 30 лет Министерство внутреннего дела является нашими шефами. И каждый праздник, независимо, это День знаний, или это выпускной вечер, или это новогодние праздники, мы всегда с Министерством внутренних дел. И та опека, та забота, конечно, она очень чувствуется. И мы рады, что уже сегодня наши воспитанники являются офицерами, которые закончили Академию МВД и служат в нашем ладжеском районе. С добрыми пожеланиями перед ребятами выступил ветеран Великой Отечественной войны, Новаковский Иван Георгиевич, который более 25 лет проработал педагогом в стенах интерната, выпустив не одно поколение учеников во взрослую жизнь. Приятным сюрпризом для первоклашек стали мягкие игрушки, которые им вручили 11-классники. А после возложения цветов к памятнику Героя Советского Союза Николаю Гастелло, в школьном дворе раздалась звонкая дрель первого звонка, которая позвала учеников в классы. Все слышат звонок? Ну-ка, аплодируем! Да! Первый звонок!